Сегодня у Гомеля официально открыли первую шаргу технопарка «Каралл». Проект реализуется на территории свободной экономической зоны Гомель-Ратон за сродки у основным областного и республиканского инновационных фондов. С мягчимостями, которые созданы для резидентов, ознайомились наши корреспонденты. Обзначение, которое дается создание другого Гомельского технопарка, можно мерковать по тем факте, что ответный проект включен в государственную программу инновационного развития Республики Беларусь. Его реализация предуглеживает реконструкцию былых вытворческих помешканий и администрационных корпусов завода «Каралл». Как плануется у кончатковом варианте, технопарк будет увиден в эксплуатацию на начале следующего года. Сегодня тут презентовали первый пусковый модуль. Подай его главная особенность – центр 3D-моделевания с мощным вылечальным комплексом. Не надо беспокоиться об интернете, телефонии, учебном классе. Можно снизить нагрузку на свое оборудование. Я имею в виду, прежде всего, компьютерное. Можно использовать так называемый тонкий клиент, приходить с минимумом оборудования и нагружать мощности того сервера, который на сегодняшний день имеется. Вплоть до хранения своих данных на этих серверах. Сярод тых, кто выказал жадание стать резидентом гомельского технопарка «Каралл» – компания «Индекс.ИК». И ее представник Артем Базаров працует в гомельском отделении белорусской чугунки. Подчас открытия первого пускового модуля он презентует распрасывки по повышению безопасности эксплуатации техников. В уголе такие системы иснуют. Али-распросовка Артема не только надейная, али и у десятки разов. Больштанная – заяснуютшие узоры. Моя разработка, которую я сделал сам, вы можете увидеть их там, она в 163 раза дешевле. Для сравнения, около 3000 белорусских рублей закупается модуль из России, и около 15 рублей выходит модуль, который сделал я. По поводу надежности аппаратуры, с 22 сентября два модуля уже в составе действующей аппаратуры, и за это время не было ни одной ошибки. До супрасовництва с технопарком «Каралл» плануется активно протягивать высшие научальные установы. У них моцный интеллектуальный потенциал, але не зауседуюсь техничные махчымасти для практичной реализации инновационных распрасовок. Потенциальные резиденты технопарка и медицинские установы. Гомельская областная клиничная больница договор об супрасовництве заключила еще в саковику этого года. Сегодня тут не только створена сучасная лешебная база, але и ведутся распрасовки новых материалов, которые используются при проведении высокотехнологичных операций. Утым леку у нейрохирургии. Разом с тем, выполнять все необходимые доследования на обсталявании, которое есть в больнице, не зауседы махчыма. Не каждый материал, который используется для 3D-печати, можно стерилизовать, например. Высокая температура для стандартных полимеров, к сожалению, их деформирует. Поэтому сейчас идут разработки в подборе и материала, в том числе и программного обеспечения, и материала для создания матрицы. После уведения на початку наступного года у эксплуатацию так званого модуля А Технопарк Карал выйдя на проектную магутность. Это станет яршедным кроком по практичной реализации перспективных проектов, притягнении инвестиций и таким чином реальном развитии экономики. Олег Шинсюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова